Друзья популярных инфлюенсеров, каково быть вами? Заходи в нашу группу в Телеграме, туда мы постим все самое интересное субтитры. Хочется знать, каково быть популярным инфлюенсерам. Не! За последние пять лет она ни разу не пришла на мероприятия, которые я устраивала. Она объясняет это тем, что ходит только на тусовки, которые помогают продвижению ее бизнеса. Часто говорит всякий бред, типа, ну, мы все ради чего-то используем друг друга. Иногда она присылает мне сообщения, один в один, совпадающие с тем, что она писала мне за пару дней до этого. Очевидно, что она копипастит всем одну и ту же хрень, а потом забывает, кому она ее отправляла. Несколько раз в год она звонит мне и говорит, что я одна из ее лучших подруг, но я в этом как-то сомневаюсь. И я ни разу об этом говорила, но она всегда отвечает. Ну, такая вот у меня теперь жизнь. Бизнес на первом месте. Если ты не готова это принять, получается, не такая уж ты мне и подруга. Это даже дело не в том, что инфлюенсер она или нет. Нет, просто бывает есть такой сорт друзей, которые, когда им просто, ну, хреново, грустненько, или у них там начинаются какие-то проблемы, они тогда объявляются в твоей жизни. А потом вдруг они внезапно понимают, что не очень-то уже тебе и нужны, потому что ты построил свою жизнь без них, и потому что они не были рядом, когда тебе было того нужно. и сливаются, ну, типа, что поделать. Не, ну, я, конечно, тоже, так сказать, разграничил график, и там выходные есть, я всем говорю, большинству, с кем я часто общаюсь, говорю об этих выходных, и мы собираемся в один из таких выходных, который суббота уже почти не выходной. Ну, как выходной-невыходной, так сказать, человый. Но, когда какой-то праздник, или мероприятие, или еще что-то, если меня, как бы, предупреждают заранее, а не за полчаса такой, о, выходи, приходи, я спокойно это дело могу перенести. Ну, или как бы, если кто-то... Ну, тут вообще история была о другом. Ну, да, нет, тут о том, что человек, типа, занят только своим, и только на тусовки какие-то ходит, а к другу своему прийти не может. Тут проблема в том, что он тупо не хочет. На тусовки полезны для продвижения. То есть, там должны быть инфлюенсеры, такие же успешные, как она, либо еще успешные, короче, ты понял. Такое себе. Я встречался с одной такой. Не сказать, что она суперпопулярная, но что-то в районе 100к было, когда мы болтали в последний раз. Пока мы встречались, она постоянно меня игнорировала. Знаки внимания и доброту я от нее получал только тогда, когда она могла сделать из этого пост. Еще она постоянно просила меня отвезти ее в какое-нибудь красивое место. Сама она не водила. И в итоге бросала меня на какой-нибудь скамейке, а сама шла фоткаться. Все это, конечно же, сильно давило на наши отношения. Особенно, когда ее акс стал расти и поднялся спрос на новый контент. Я знаю одну псевдоинфлюенсершу. Нет бы это, как там, заниматься вдвоем, банально там, ну, гулять и, если что, там, выделить время, сходить пофоткаться. Он тебя пофоткает. Не, сама буду делать. Нахер тебе вообще тогда, парень? Ну, обычно... А, чтоб возил, ну да, точно. Обычно так проводят время, то, что снимает или фотографирует парень, там, допустим, свою девушку. Ну, это часто. И даже часто... Ну, бывает такое, что один, так сказать, партнер учится этому, что фотографировать другого партнера. Он-то изучает, как что там делать, помогается и с монтажом, и так далее. Ну, как бы, да. Просто я заметил, да, что часто супруги или... Ну, вторая половинка, короче, является оператором. Ну, или оператором-монтажером, или монтажером. Ну, я такой встречал, например, одну бьюти-блогер, популярную в России, у которой ее, так сказать, парень, жених, он ей монтировал видео. Вот. Помогает, и неплохо так время сэкономить. Ну, это, в принципе, помогает, потому что это распределяются обязанности. Оба в это вовлечены. Это, получается, так скажем, увлечение и заработок для обоих. И время экономится, и силы не растрачиваешь на все и сразу. Ну, допустим, она снимает видео, он монтирует в это время предыдущее, допустим. А потом у них время появляется, чтобы провести его вместе. Ну, да. Ну, как бы, грубо говоря, так. Она заходит на аккаунт мужа и пишет с него хвалебные ответы под своими же постами. А потом переключается обратно на свой акк и благодарит его. Ржачная хрень. Это как начало, только на фейсбуке. Бесит, пиздец. Один из моих приятелей вечно снимает и постит все, чем мы занимаемся. Дошло уже до того, что иногда ко мне на улице подходят случайные челики, потому что они видели меня где-то в его постах и задают мне про него всякие вопросы. Я понятия не имею, что это за люди. Его деятельность отражается на всем, чем он занимается и серьезно влияет на его личные отношения. Его не может вытерпеть ни одна девушка, потому что он слишком озабочен своей движухой. С другой стороны, иногда ему нормально перепадает. Один раз меня так достало, что меня постоянно пасят в интернет, что я уже был готов навсегда вычеркнуть его из своей жизни. И тогда мы пришли к тому, что если ему нужно сделать фотку или снять видео, то он просто дает мне телефон и я остаюсь вне кадра. Меня такой расклад вполне устраивает. У меня был похожий опыт. Кажется, будто тебя принудили к работе, на которую ты не соглашался. На которую ты не соглашался, за которую тебе не платят, которую ты не хочешь делать и которая вообще не должна существовать. Поэтому я обычно, если мы собираемся и собираемся стримить, предупреждаю людей, что мы будем стримить. Ну если они не хотят быть в кадре, то это их дело. И мне кажется, что человек не понимает границы, когда уже то, что он делает контент, это является излишним, показывает всю свою знанку жизни, это излишнее. Ну у него видимо лайв-контент такой. И может доставать дискомфорт, доставлять дискомфорт близким, друзьям и так далее. А то дойдут... Хотя я думаю, уже дошли до того, что... Ой, я сегодня буду навещать бабушку в хосписе. А там люди такие сидят. А чё, в смысле? Снимать соседи по палате, да? Нормально? Ну. И бабушку, которая лежит, и там... По-любому, я думаю, такой контент уже есть. Люди перегибают палку весьма. Ну да. А, иногда бывает обратное. Говоришь, что будет стрим, а потом... А, чё, будет стрим? Ну в смысле, предупреждали же, говорили же. Ну на это... В Корее недавно был скандал. Один стример с Африка ТВ тусил в Бразилии. И, короче, он ходил, получается, практически преследовал бразильянок, снимал их. И комментировал их, так сказать, в сексуализированной форме. На Твиче или на Ютубе? Африка ТВ. А, Африка ТВ. Есть такая стриминговая площадка. Дело в том, что там правила не такие жёсткие. Да, я уже понял. У них вообще, ну как бы, правила у них не такие жёсткие даже, как на Ютубе. Там попроще. Всё. Чё ты хотел сказать? Какая-то жесть. И это вызвало дипломатический скандал, потому что он совсем потерял, так сказать, берега. Это типа у него тоже лайв-контент. Не, ну это ненормально. Галимый контент этот. Ну, блин, я помню, были баны людей за то, что они снимали людей в лаунж-зоне. На, допустим, там, Твичкон или как он там называется. Ну, то есть стримеры собираются, там есть лаунж-зона, и там запрещено снимать, стримить. А некоторым было похер, и они типа стримили. Ну, находились. Потом бан. Ну, логично. Блин, вас же попросили, люди там отдохнуть хотят. Ну, да. Не знаю, можно назвать её инфлюенсером или нет. В общем, моя близкая подруга занимается музыкальным стримингом на Твиче. У неё не особо много подписчиков, и если бы я назвала её имя, то вряд ли бы оно вам о чём-то сказала. При этом её популярности вполне хватает, чтобы комфортно жить на одном стриминге. Она стримит уже несколько лет, и это её никак не испортило. Вернее, наоборот, теперь, когда у неё появились свободные деньги, она более активно предлагает заплатить за нас, если мы собираемся где-то все вместе. Эх, жопы хитрые. Молодец. Видишь, человек свой музыкальный талант пустил позитивное русло и совсем не зазнался. Ну да. Они, по-моему, такие, это, хитрые такие, заплатить за нас, нашли чак-плюсом привезти. Ну, это к тому, что человек остался, так сказать, простым, деньги его не испортили и так далее, и так далее. Ну, возможно. Раз имеет возможность, хочет как-то, типа, помочь своим друзьям. Ну, может быть. У меня почему-то, у меня почему-то первая мысль меркантильная, наверное, меркантильная тварь. Спортсменом, популярным в инстаграм, он все время залипает в телефон, никогда не живет в моменте. А если мы делаем что-нибудь прикольное, что ж, этого не было, если об этом не узнает весь мир. Меня это бесит. Не понимаю, как можно жить одобрениями и удовлетворением каких-то левых людей. Короче, была как-то на коачелло спорта. Все вы, кто пишет эти комментарии, вы когда-нибудь, наверное, снимали на телефон концерты. И мешали людям смотреть их своими, блядь, глазами. Ну, кстати, да. И это то же самое. Это одержимость некоторая. Но она просто ненавидит свою работу, ненавидит своих фэнов, она считает их жалкими и кринжовыми. Ненавидит постоянный срач и то, какой ей нужно быть политкорректной. В реале она придерживается консервативных традиционных ценностей. Она занимается этим только потому, что не умеет зарабатывать иначе. У нее нет образования, ее исключили из школы. Единственный для нее способ оплачивать аренду, это фоткать себя и рекламировать спонсорские товары. В реале она является полной противоположностью той счастливой девочки-припевочки, которую она строит из себя в иннете. И мы периодически угораем в сообщении в ее директе, где мужики делают ей предложения, а женщины агрятся на то, что на нее подписаны их мужья и сыновья. Сука, блин, ну на самом деле грустно, что она этим занимается, а это ей не нравится. Может просто стоит этим заниматься и попробовать себя в каком-то другом виде контента, там, ну, не инстаграм, а, там, не знаю, ютуб, стримы или еще чего-нибудь. Просто на ютубе зарабатывать, на инстаграме зарабатывать проще, вроде как. Ну, там нет вообще никакой монетизации, там чисто рекламодатели платят. Да, но там дело в том, что, ну, еще с относительно небольших цифр, которые достигаются довольно просто, начинаются с приложения от рекламодателя, вроде как так. Ну, как относительно инстаграма небольших цифр. Понятно. Ну, в тиктоке, ну, наверное... В тиктоке то же самое, там еще проще. Просто там короткие видяшки. Там набрать людей еще проще, если ты делаешь контент нормальный, средний хотя бы. Набирают же, как-то ж смотрят вот эти всякие видосы, где старые анекдоты перетирают и в какое-то еще говно снимают. Это ж кто-то смотрит, все. Ну, как говорится, сначала был анекдот, потом появилось кривое зеркало, да? Потом все через несколько раз дошло до вайнов, через вайнов потом дошло до вайны и так далее, инстаграм, потом дошло до тикток. Ага. И это те же самые вайны, по факту. Да, конечно. Я не друг инфлюенсера, а сам, так сказать, инфлюенсер. У меня 150к плюс подписчиков на ютубе. Поначалу это было очень весело, но сейчас я живу в постоянном напряжении. Одна маленькая ошибка может лишить меня всего того, что я строил годами. Я не знаю, мои новые друзья со мной из-за меня или они хотят хайпа. Даже несмотря на то, что мой контент не про меня, а про криминал, я все равно загоняюсь по поводу того, что так много людей постоянно видят меня, комментируют мою внешность, речь и так далее. Если не уметь абстрагироваться от этих комментов, то твое представление о себе может так исказиться, что ты кукухой поедешь. Кстати, дружба с ребятами не из мира соцсетей очень помогает спуститься на землю. Отношение к ютубу, как к обычной работе с 9 до 5, тоже приземляет. Да все довольно обычно, если честно. Моя подруга нереальная красотка. Если вы заглянете в ее соцсети, то может показаться, что она супермодель и миллионерша, находящаяся в постоянных разъездах. Но по факту она страдает хронической безработицей и зарабатывает менее 10 тысяч долларов в год. А вот ее парень зарабатывает около 60 тысяч долларов в год. И этого вполне хватает на хорошенькую четырехкомнатную квартиру и кучу реквизитов, которыми она каждый день обставляет комнаты. Чтобы казалось, что она все время тусуется в новых экзотических местах. Но два раза в год они действительно летают отдохнуть куда-нибудь в тропике. Там она делает до хрена фоток и потом целый год их выкладывает. Ну а что, берешь по-другому волосы, собираешь, надеваешь другой купальник, чуть-чуть другой локации фоткаешься, и чуть-чуть по-другому обрабатываешь фото, и все, вуаля, вуаля. Да? ...но каждый раз, когда мы видимся, я становлюсь для нее плечом, в которой она плачется о том, какая она неудачница. Честно говоря, это печально. Но учитывая ее креативность и характер, думаю, со временем она исполнит все свои мечты. Ну, как бы, поэтому многие говорят насчет ютубинга, что и стриминга, и прочее, если ты туда идешь чисто зарабатывать деньги... Ну, понятно, что есть те, кто будут зарабатывать деньги, но они и вкладываются дофига, и там целая команда, а не один человек. А изначально, если ты идешь туда ради заработка денег, и тебе это неинтересно и не нравится, то ты будешь от этого страдать и не любить это, скорее всего, если это тебя не втянет. Да, а еще я бы хотела, ну, то есть, так поразмышлять, этой девушке стоило бы заниматься тем, чтобы вести контент на тему, как обустроить тематическую фотосессию, например. Ну, может быть. Раз она в этом хороша. Одноклассница из средней школы постоянно хвасталась, что у ее родителей на ютубе канал с тысячами подписчиков. Эта соплячка была о себе слишком высокого мнения, поэтому мне было вообще не по приколу с ней общаться. Самое смешное, что ей долгое время особо-то никто и не верил, включая меня. Но потом я как-то шарился по ютубу, и случайно увидел ее в одном из роликов. И да, у них реально были тысячи подписчиков. Если честно, я был в шоке от того, что она не врала. А сейчас у них уже больше ляма. Только они почти ничего не выкладывают. Грустно. Поначалу она занималась... А я заметил, что такое бывает. Начинает канал расти, а потом такие опа, пропадают. И ничего не выкладывают. Они не пропадают, они перебираются на другие площадки, по большей части, и в качестве, так сказать, поддержки и существования какие-то видео редко выкладывают. Ну да. Потому что контент типа фотографий, допустим, проще постить намного. Они, например, в Инстаграме это делают. Да. Большой плюс относительно Ютуба, относительно других платформ, то, что это то, что, так сказать, долговременное. То есть, чем у тебя больше видео и чем их больше смотрят и чаще, тебе это приносит доход. Это знаешь, как это? Как ты в ситкоме отснимался, и тебе потом всю жизнь доходы с него, за показы его идут. Ну, это примерно то же самое. С этим по приколу. Потом быстро набрала популярность и стала получать рекламные предложения от брендов. Сейчас у нее вообще ни одна фотка и видео не может обойтись без фильтров. Она ни за что не зальет фотку, сделанную с первой попытки. И ты только посмей выложить фото с ней без ее предварительного одобрения. У вас когда-нибудь было такое, что вы на свой день рождения пытаетесь сфоткаться со всеми друзьями и делаете почти сотню фотографий, только чтобы один ваш друг-инфлюенсер был доволен? Я бы сказал, иди нахуй, съебись отсюда. Не нравится? Съебись, уйди из кадра. Вообще, можно, так сказать, ради вежливости спросить у человека, какую фотографию выложить, вот. Но если человек всем за этим недоволен, и по нему подстраиваться не надо. Ну, как бы, да. И вообще, надо это, просто смайликом тогда его лицо согреет. Ну, как вариант, да. Я просто не хотела, чтобы украли твою душу. Просто тут это пиздец, конечно. На день рождения заебывать человека. Это некрасиво, как минимум. У меня было. Еще в начале я лайкала и комментирую все ее фотки, но теперь уже и этого недостаточно. Сейчас она хочет от меня, чтобы я пересылала ее фотки другим, выкладывала их у себя в сторис и на своей странице. Она говорила что-то про то, что инста поменялось, и лайки потеряли свою значимость. Я терпеть не могу, укладывая всякие... Ага. ...на свою страницу, но поддержки ради продолжаю это делать. Меня это так уже достало. Хотя справедливости ради, когда ей засылают какие-нибудь бесплатные ништяки, иногда она ими делится со мной. Но оно того не стоит, имхон. Моя двоюродная сестра тут тоже возомнила себя инфлюенсершей. Мы на днюхе пытались сделать семейное фото, а она все фотки браковала и просила перефоткать. По итогу ее мама сказала ей, чтобы она больше не лезла в кадр Лмао. Спустила идиотку с небес. Все так, как вы себе это и представляете. Один фейк и постанова. Все моменты, запечатленные на камеру, лишены искренности. В конце концов, это просто актерская модельная работа, не отражающая настоящую личность. Моя сестра инфлюенс... Смотря какой контент, смотря какой человек. Ну, если посмотреть, допустим, на инстаграм, модели, допустим, корейских... Да, да, потому что у них у всех большая попа, тончайшая талия, грудь пятого размера и лицо размером с кулачок. Нет. Если честно, ее это никак не изменило. Если люди обожают свое дело, то обычно оно их не портит, а только делает счастливее. Фильтры вокруг твоей жепы не будут искажать пространство, если этот фильтр накладка под жеп. Ну да, действительно. Моя сестра как раз всегда фанатела от косметики, поэтому сейчас она счастлива. Те челы, которые перестают делать то, что нравится им, и переключаются на то, чего хочет потребитель, вот они обычно меняются в худшую сторону. Поэтому помните, нельзя давать другим менять вас. Да, именно поэтому я и говорил, что потакать хотелкам каждого зрителя это глупо и нецелесообразно. А еще прогибаться под рекламодателей полностью. Ну как бы да. Наступать на горло собственной песни это путь в никуда. Все, что я могу сказать, она клевая. Когда я работал в баре, она там устраивала книжный клуб. Она всегда заказывала вино и красивые коктейли для фотографий. Но когда все расходились, она шла к бару и травила со мной байки, попутно заливая в себя литровые бокалы пива. А че бы нет. Если честно, это херово. Мне кажется, что обо мне полностью забыли, и я больше ничего не значу. Не знаю, может я просто завидую, но мне все равно больно, потому что я скучаю по общению со своим другом. Две мои дальние родственницы, мои двоюродные сестры, относительно известные ютуберши. Я хорошо помню тот день, когда нас познакомили. Мне тогда было 9. Одна из сестер сидела за своим ноутбуком и ковырялась в какой-то программе. Я спросила, что она делает, и она показала мне свой софт для монтажа. Скорее всего, это был iMovie. Затем она поведала мне, что она снимает видео, выкладывает их на YouTube и что у нее примерно 5000 подписчиков. Она относилась к делу с большой страстью и любовью, и казалось, что она может болтать об этом бесконечно. Не думаю, что в то время она зарабатывала хоть копейку. Я подумала, что это прикольно, но особого значения этому я тогда не придала. Мне казалось, ну хобби и хобби. Переносимся примерно на 10 лет вперед. У нее уже почти 9 миллионов подписчиков. Она живет в роскошном доме в Лос-Анджелесе и зашибает такие суммы, о которых ее ровесники могут только мечтать. Ее сестра за это время закончила колледж, увидела ее успех и попала в тот же инфлюенсерский капкан. Ведь все бабки в этой движухе. Теперь они обе целыми днями инфлюенсят и содержат целую команду монтажеров, помощников, пиарщиков, менеджеров и так далее. За это время первая сестра, о которой я говорила, как мне кажется, совсем потеряла связь с реальной жизнью. Просто потому, что она занимается этим уже так долго. Чтобы поддерживать свою актуальность и просмотры, ей приходится изображать из себя девочку гораздо моложе ее возраста. Она очень привыкла к жизни с привилегиями, но не прекращает ныть о том, какая у нее сложная работа. В этом вот и проблема, что она подстраивается под людей, которые смотрят. А тебя должны смотреть люди, которым интересен ты, такой, какой ты есть. И им интересно смотреть то, что тебе интересно делать. А не вот это вот все прям вырывать, заставлять себя быть каким-то другим. Ну, потому что однажды мыльный пузырь такой популярности лопнет. И он лопнет очень громко. Ну, как бы да. Я уверена, если завтра все накроется, то она будет шарахаться от работы с 9 до 5, как от чумы. На ее месте я бы не жаловалась, учитывая, что ей самой не приходится ни монтировать, ни даже камеру ставить. Она тупо сидит перед своей камерой для влогов и плачет со своим подписчиком, смотрящим ее видео и оплачивающим ее счета. О том, какая у нее нервная работа. Чтобы вы понимали, у этого человека есть отдельный помощник, который заказывает ей кофе и салатики. По факту, если она не стримит то, что люди смотрят и делают просмотры, очень неправильно называть то, что они оплачивают это. Да, они смотрят и поддерживают канал, но оплачивают ее жизнь рекламодатели, которые заказывают рекламу на ютубе. Ну, а спонсорка, которую можно купить на ютубе, это да уже, как и донаты. Это уже личная поддержка. И, возможно, ей стоило бы деньги, которые она зарабатывает, потратить на хорошего психотерапевта, а не на того, кто заказывает кофе и салатики. И то, что она богатая, не значит, что она не нервничает, не переживает, ей не нужна помощь. Ну, как бы да. А то этот весь комментарий звучит так, как будто кто-то пишет, завидует, и у него нет никакой эмпатии к людям, которые зарабатывают другие деньги, живут по-другому. А так-то вообще, девчуля... Ну, хотя, может, она и откладывает деньги. Просто, мне кажется, если ты набираешь популярность, начал набирать популярность, понятное дело, что на жизнь тратиться надо. Ты будешь тратить что-то на свои хотелки, что-то будешь тратить на развитие контента, канала, улучшение оборудования и прочее. Но также надо стараться, кажется, ну, мне кажется, откладывать сумму какую-то, либо под проценты в банк, либо в какое-то дело, либо хотя бы в недвижимость. Там все зависит от тех сумм, которые ты получаешь, естественно. И реально, деньги инфлюенсеров это огромный мыльный пузырь. Случится какой-то скандал, и окажется, что все там в долг, здесь в кредит, там то, там все, на самом деле. Потому что, когда у тебя есть много, тебе хочется чего? Больше? Да. Можно подумать, у нее самой на это времени нет. Видимо, это чисто инфлюенсерская статусная фишка. Короче, она очень избалована, и похоже, что она часто об этом забывает. К счастью, ее сестра, та, которая окончила колледж, очень простая. И мне кажется, она прекрасно осознает весь сюрп происходящего. Но самое главное, что дела у них идут отлично, и я всегда буду желать им все самое лучшее. Мне только интересно, как долго это еще продлится. Извините за огромный пост, надеюсь, вам было интересно. Большое спасибо. Написать огромный снисходительный пост, и потом сделать вид, что ты... Ну, я надеюсь, не сих пор шел. Это как... И... Что... Что хочу... Что хочу я? Это... Заниматься чисто ютубом и... Это... Стримами и высыпаться. Отличная идея. И не нервничать из-за работы. Так, я забыл, что мы делали. А, точно, видео смотрели. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, понравилось и было интересно. До скорой встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok